В этом году исполняется 10 лет первому в России факультету, где обучение проходит полностью на английском языке. У нас в гостях исполняющий обязанности директора Института международных отношений и управления МГИМО, кандидат исторических наук, доцент Александр Бобров. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас единственное англоязычное подразделение в институте. Расскажите, пожалуйста, сколько студентов и из каких стран у вас учится? Все верно. Мы действительно единственный англоязычный факультет, где наше МГИМОвское, изначально русскоязычное образование преподается на иностранном языке. Поскольку мы воспринимаем английский язык не как национальный язык, скажем, Соединенных Штатов или Великобритании, а как своеобразный лингвый франк, то есть язык международного общения. У нас обучаются студенты из более чем 50 стран мира, и на сегодняшний день наш факультет насчитывает более 200 студентов. А сколько языков вообще преподают? Если говорить МГИМОв в целом, то мы рекордсмены книгой рекордов Гиннеса по количеству преподаваемых языков. Это целых 53 иностранных языка. Очень часто наши студенты выступают в качестве носителя этих языков, которые преподаются для русскоязычных факультетов. Что же касается нашего факультета, то у нас представлены преимущественные языки Организации Объединенных Наций и какие-то распространенные региональные языки, скажем, немецкий, турецкий, поскольку в большинстве случаев ребята стремятся получить знания именно в распространенных языках, коими выступает не только английский, но и французский, испанский, арабский язык, конечно же, русский язык, поскольку это именно та причина, по которой они в нашу страну приехали. Как выпускнице МГИМО, особенно приятно слышать, что мы в книге рекордов Гиннеса. Часто ваш факультет называют глобальной деревней, можно окунуться в любые традиции другой страны. А вот что еще делается для иностранцев, чтобы они все больше углубились в наши традиции и культуру? И вообще, какое у них впечатление от нашей страны? Во-первых, им преподается русский язык практически каждый день на протяжении 4, а то и 6 лет. Мы стремимся давать им возможность путешествовать буквально по всей стране, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, и поэтому для них очень много открытий. Ведь они очень часто... Час удивляет, кстати, больше всего в нашей стране. Их удивляет очень много. Их удивляет доступность интернета, открытость местного населения, возможность узнать много нового интереса. Для них очень много открывается туристических локаций. Они сравнивают Владивосток и Сан-Франциско, отдавая предпочтение именно нашему приморскому городу. Наша Карелия нравится больше, чем те города Балтийского региона, которые они до этого посещали. Они сравнивают розы хутор с Альпами, полагая, что у нас и интереснее, и доступнее, что самое главное, больше есть возможностей. И, наконец, они, в принципе, сравнивают свои бытовые условия. Проживание в Москве по многим критериям, показателям гораздо удобнее, чем жизнь, скажем, в Лондоне или в Нью-Йорке. Спасибо большое. И хочется отметить, что для дружбы народов точно никаких языковых барьеров не существует. Однозначно. Спасибо. Спасибо.